Вы — зелёная команда, и, соответственно, враги — красная. Вы должны составить план действий для каждого вашего юнита. Противник, соответственно, делает то же самое. Нажав кнопку Prime, вы подтверждаете свой ход. После этого происходит ход ваш и противника, и мы наблюдаем, что получилось. Выбери юнита левой кнопкой мыши. Двойным кликом добавляйте точки пути. Или правой кнопкой мыши один хрен. Нажми клавишу пробел, чтобы посмотреть, что получилось. Твой план будет автоматически воспроизведён, а потом завернётся в начало. Нажимаем Backspace, чтобы удалять последние нежелательные точки пути. Можно двигать камеру с помощью стрелок, либо перетягивать правой кнопкой мыши. Делать зум колесом. Прямоугольники синего цвета обозначают стены, а более светлые — это средней высоты предметы, за ними можно прятаться, либо вести огонь из-под укрытия. Вот факторы, которые определяют исход каждой перестрелки. Уделяем внимание тому, что делает юник в данный момент. Первое — направление, куда он смотрит. Второе — неподвижность. Третье — куда он целится. Четвёртое — прикрытие. Чтобы прицелиться, перейти не значок прицеливания куда-куда нужно. Всё просто. Чтобы твой юнит перестал целиться и соответственно двигался быстрее, можно сделать двойной клик по значку прицела, либо правой кнопкой «Cancel aim». Трой юнит также может приседать, чтобы избежать стримбы за укрытием. Попробуйте прыгнуться на колес за укрытием. Только потом встать не забывайте. Если враг начнет стрелять по твоему юниту, то юнит будет стрелять в ответ. Если твой юнит увидит врага, он начнёт по нему стрелять. используй функцию «Continue on site», чтобы игнорировать всё и бежать дальше. Полезно, чтобы убежать от обстрела, либо спрятаться в укрытии. Также, если ты выбрал «Continue on site», чтобы пробежать побыстрее, не забудь потом выбрать «Engage on site», иначе твой юнит так и будет, и никто не целится никогда. Вот разные виды юнитов. Пулемёт, драмовик, снайпер, ракетчик, гранатометчик. Ракеты летят по прямой линии. В то время как гранаты могут отскакивать стен. Выбор времени очень важен. Помимо значка прицела, у юнита есть значок времени. Тянешь её, и юнит в этой точке будет находиться столько, сколько ты захочешь. Можно нажать правую кнопку по белой линии и отдать приказ где угодно. Когда ты точно решил, как сохранить каждому твоему юниту, нажми кнопку «Primer». Добавил субтитры. Подписывайтесь на канал! Продолжение следует...